Девушки отдыхают Вот он не цветущий, а вот он как прекрасно цветет. И это одно и то же растение. Да, это гипиаструм, луковичное растение, которое прекрасно может цвести в наших домашних условиях. Каждый год. Год назад приблизительно мне подарили вот это растение. Сказали гипиаструм, и что в принципе он цветущий. Но я не просто не видела цветов, я уже начинаю переживать, что он у меня собирается погибнуть, по-моему. В каком-то жалком состоянии. А ведь мне хочется, чтобы он был еще и цветущим. Тем более, когда я увидела принесенный тобой вот этот великолепный яркий гипиаструм. Судя по твоему цветочку, я сразу вижу ошибки в уходе. Сегодня я вместе с вами научусь правильно ухаживать за гипиаструмом. Я пригласила сегодня в гости зрителей. Чуть раньше они написали мне письма с просьбой научить ухаживать за гипиаструмом. Конечно, я понимала, что лучше тебя этого никто не сделает. А вы, мои дорогие, сами сегодня сможете задать свои вопросы, Нелли. Благодаря вашим вопросам мы постепенно разберемся во всех тонкостях ухода за гипиаструмом. И добьемся того, чтобы этот цветок у нас дома чувствовал себя великолепно и вот так прекрасно цвел. Пришло время эти вопросы задать. Кто хочет начать? Да, пожалуйста, вы. Прочитав на одном из сайтов, для того, чтобы зацвела луковка через месяц, необходимо достать ее с горшочка, поместить в горячую воду температурой 45 градусов. Я так сделала, но у меня луковка не зацвела. Уже прошло с этого периода 3 месяца. Хотела добиться второго цветения. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Очень распространенное мнение о том, что нужно окунуть в горячую воду гипиаструм, но мы можем травмировать просто нашу луковицу или сварить вовсе. Луковицы очень дорогостоящие, и поэтому я не рекомендую так делать. А, кстати, о стоимости луковицы. Я-то приняла в подарок этот цветок, но и не догадываюсь, сколько он может стоить, если покупать. Луковица стоит где-то около 50 гривен. Действительно нужно знать тонкости ухода за ним, и мы их осваиваем. А как вы пытались заставить свое растение зацвести? Мне подруга сказала, для того, чтобы добиться цветения гипиаструма, его нужно обильно поливать и подкармливать. Я так делала, но кроме обильной листвы ничего не получила. В чем моя ошибка? Ну, это приблизительно как у меня. В лучшем случае это будет просто листва, а в худшем она просто сгниет. Вот. Причем вот одна моя знакомая мне показала, до чего она довела свою луковицу. Это гнилая, да? Да, она просто загнила. Вот тебе поливы чрезмерные удобрения. Значит, получается, что гипиаструмы не любят воду? Все зависит от стадии развития растения. Есть активная вегетация, там, где растение нуждается активно в воде. Есть период покоя, там, где мы растения не поливаем вообще. Если жарко, мы поливаем буквально, возможно, и через день. А обычно, если это прохладная погода, то это где-то приблизительно раз в неделю. А когда период покоя? Период покоя наступает после активной вегетации, это где-то приблизительно осенью, к сентябрю. И длится он? Длится приблизительно 2-3 месяца. Ну, вот так вот и живет гипиаструм у нас дома, если мы за ним правильно ухаживаем. А вы как пытались растормошить гипиаструм? Я слышала много советов о том, чтобы добиться цветения, нужно свой гипиаструм поместить в какое-нибудь темное помещение. Я решила поэкспериментировать со своим растением, и я его поместила в чулан. Но постепенно мое растение засохло. Скажите, как так получилось, и что я сделала не так? Существует еще и такой миф, но это неправильно. Нужно дождаться полного отмирания листьев, и после этого уже мы ставим в темное место. То есть это тоже была ошибка, и такое не могло помочь цветению. Хочу рассказать историю о гипиаструме. Это история моей подруги. Ей 3 года назад подарили цветущий вот такой красивый гипиаструм. Он отцвел, провегетировал, и она его спрятала просто в ванной комнате под ванную. Ну и она забыла о нем совершенно. И он так простоял 3 года. В этом году она его обнаружила весной и спрашивает, ну что мне его выбросить или как поступить? Я говорю, ну если он жив, то возможно все-таки, ну всякие чудеса бывают, правильно? Ну да, в принципе. Вот, луковичное растение в природе растет в гористой местности. Там бывают перепады и дожди, и не дожди. То есть он вынослив. И подруга посадила его на участке. К ее удивлению, через пару недель там появились листья. Ну и я надеюсь, что он зацветет. Вот это здорово. То есть в принципе он очень жизнестойкий. И получается, что гипиастру можно высаживать в открытый грунт, а потом заносить в теплое место, да? Да, так можно поступать. Он очень хорошо набирает сил. Луковица увеличивается в размере буквально в разы. И это очень способствует цветению. Причем обильному в несколько стрелок. Я так понимаю, что большая луковица – это вот пример того цветка, который ты сегодня принесла. Ну это не самая большая луковица. Еще не большая? Да, да. Причем эта луковица несколько похудела после того, как дала. Видишь, деточек. А сколько же может жить гипиаструм? Гипиаструм при хорошем уходе может жить 15-20 лет. Представляете, 15-20 лет. И каждый год свести, да? Конечно же. Вот сейчас мы как раз и узнаем, как же правильно ухаживать за гипиаструмом. С чего начнем? Начнем с того, что мы покупаем луковицу, допустим, в магазине. Луковица должна быть тяжеловесной, плотной, немягкой, без всяких штриховых признаков гниения. Принесли домой, сразу же можем не садить, а луковицу перевернуть вверх донышком и неделю дать ей таким образом постоять. На подоконнике, на светлом месте. Просто в пустой банке или как? Буквально вот так. Донцы – это то место, откуда растут корни. То есть мы переворачиваем на неделю, и она вот таким образом находится. Как бы физиологические процессы возбуждаются в это время. Через неделю мы ее посадим. Садим следующим образом. Обязателен дренаж, потому что гипиаструм не любит замокание корневой системы. Наверняка есть какие-то особенности грунта. Берем листовую землю, часть дерновой и перегнойная. Перегнойная должно быть две части, все остальное по одной. И немножечко песочка. Песочек просто как разрыхлитель. Это может быть и перлит, вермикулит. Можем в землю также добавлять еще костную муку или золу. Добавляем одну-две чайные ложки двойного суперфосфата. Это удобрение длительного действия с большим содержанием фосфора. И это как раз то, что нам нужно для цветения. Зазор между луковицей и горшком должен быть полтора сантиметра. Можно брать пластиковый или предпочтительнее будет керамический? Нет, можем брать пластиковый, он вполне подходит. Анельчика, если вот есть такие корни, как у нашей луковицы, их нужно как-то обрезать или весь объем корней при пересадке гипиаструма использовать? Если корни подгнили или засохли, такие корни мы удаляем. Если же корни, вот как здесь, очень хорошие, белые, то мы сохраняем максимально все корни. Как рассчитать, насколько луковица должна выглядывать из земли и горшка? Достаточно, чтобы буквально донца была в земле. То есть почти целиком? Но мы ее заглубим наполовину. Наполовину можно? Максимально, да. Можно на треть, чтобы луковица выглядывала. Это все. А я бы подумала, ой, это будет она пересыхать. Грунт ты утрамбовала, да? Да. И мы делаем очень умеренный полив. И куда же мы его ставим? На подоконник, где порядка 22-25 градусов. Вот отсюда, из верхушечки, как правило, появляется цветочная стрелка. До тех пор, пока стрелка не вырастет до приблизительно 15 сантиметров, поливаем очень ограниченно. Потому что листьев, как правило, нет. У гюпиастрома, как правило, вырастает сначала цветочная стрелка, а затем уже появляются листья. Вот это вот цветочная стрелка, да? Да, это цветочная стрелка, это цветочная стрелка. А, и вот это вот? Да, да, это в бутоне. Вот эту вот пересадку или высадку луковицы можно делать в любое время года? Или самое подходящее вот сейчас, осенью? Как все луковичные, это выгоночное растение, и мы можем приурочить выгонку к какой-то определенной дате. Давай предположим, что 8 марта у нас будет вот такой красивый цветок, или даже букет. Для того, чтобы мы получили стрелку такую цветущую к 8 марта, мы должны прикинуть, что период покоя должен быть где-то 2-3 месяца. И сама стрелка выгоняется порядка 6-7 недель до того, как мы получим такое растение. Получается, сейчас самое время, чтобы мы успели к 8 марта. Отлично! Если вдруг ты ухаживала за своим растением, и оно у тебя на покой не собирается, но ты таки бы хотела, чтобы оно зацвело, ты его должна насильно уложить на покой. Если оно вот так активно вегетирует, а время пришло, пригибаешь немножечко листики, вот так приламываешь, после этого листики начинают увядать, ты дожидаешься, чтобы они совершенно увяли и пожелтели, после этого вот так легенько снимаешь листики, и после этого укладываешь на покой. Что такое покой? Вот в октябре месяце уже довольно прохладно, ты снимаешь его буквально с подоконника, и ставишь какое-то прохладное место, 8, 10, 12 градусов. Это может быть низ под подоконником, это может быть подвал, может быть кладовка. И так он проводит свое время в покое, ну, ориентировочно недели к 10. Мы его строго не поливаем в этот период, он спит. Он как медведь, у него спячка. Да. Нелечка, вот у тебя такой шикарный гипиаструм, когда ты отправляешь его на покой, ты каждый раз действительно убираешь все его листья? Нет, я жду, Надя, чтобы они сами отсохли. А, то есть это естественный процесс, они засыхают полностью все листья? Полностью все листья. А потом за один сезон у тебя вымахивает вот столько листьев из луковицы? Ну, это еще не предел, он может еще расти. Да, как правило, гипиаструм просыпается сам. Но если вдруг такого не случилось, ты достаешь луковичку и садишь, вот как мы это сделали только что, ставишь на теплый светлый подоконник, и все процессы физиологически просыпаются в луковице. А вот сейчас вот я хотела бы уточнить, то есть отправляя на покой в вазоне гипиаструм, когда я его достаю, я должна из этого вазона его пересадить обязательно? Да, обязательно. Ты должна заложить питательные вещества в горшочек. То есть если я достала из периода покоя, и вот так его оставила, это не поможет ему зацвести? Зацвести он зацветет, но если ты его перед этим не пересадила, то его просто обязана тут же пересадить после цветения. Понятно. Чтобы луковица могла напитаться питательными веществами для следующего цветения. До того, как луковица вырастет 10-15 сантиметров, мы его практически не поливаем. Как только луковица, мы видим, что набирает обороты, начинает активно расти, мы поливаем по мере того, как просыхает верхняя часть грунта. А когда гипиаструм цветет, вот он такой красавец, как в этот период за ним ухаживать? Если у нас гипиаструм зацвел, или ты купила уже цветущий, принесла в дом, то ставь его в максимально прохладное место. А может он несколько раз в год цвести? В принципе, можно, но это нужно насильно устраивать ему период покоя. Но лучше этим не увлекаться, в природе должно быть все естественно. В то время, пока он цветет, мы можем его даже не удобрять, потому что цветет он за счет вложенных питательных веществ в предыдущий сезон. Здесь мы фактически наблюдаем все стадии жизни. Вот так посадили. Посадили. Вот он начинает прорастать, вот так вырастает цветонос, зацветает, и вот там следующий цветонос, он уже отцвел, но завязал семена. Так а мы не можем из этих семян вырастить новое растение у себя дома? Почему мы можем посеять? Как? Если мы свежесобранные семена, сеем по поверхности грунта и присыпаем буквально, ну, до сантиметра вот землей. Грунт такой же, как для посадки кипиаста? Да, такой же. Можно не такой жирненький, больше песочка, больше торфа. И когда листочков появляется 2-3, мы пикируем просто. Прорастает буквально 100%, если семена очень свежие. Если они подсохли, то схожесть падает буквально 20-30% уже. Мы их совершенно спокойно можем сеять. Вот можем соседу подложить, видишь, вот так углубить. Очень необычные на вид семена. А, то есть вот это такие, как лепестки, а само семечко вот здесь внутри видно. Да, да, да. Но обычно, если мы посеяли семена, мы организовываем тепличку для них, а здесь просто в открытый грунт, можно сказать, да? Можем, конечно, организовать тепличку, но у меня гипиаструм и так довольно активно прорастает, при условии, что это свежие семена. Нелечка, ты так подробно все рассказала, и я вижу по лицам наших гостей, которые пришли с вопросами, что теперь они знают точные ответы и уверены, что гипиаструм будет не только зеленеть, но и цвести у нас дома. Спасибо тебе огромное. Привет, Ютюб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова